Для них лето становится временем перемена надежд. Впереди экзамены и получение профессии, а вот позади остается беззаботная жизнь. 25 мая в Рязани области традиционно звенит последний звонок. Торжественные мероприятия прошли в 298 образовательных учреждениях города и области. Тысячи выпускников нарядились в старинную форму, чтобы навсегда проститься с родной школой. Это так трогательно и так волнительно, такие моменты всегда. Очень грустно прощаться с школой. Так не хочется расставаться, честно. Почему вы не скучаете? Я по учителям. Буду очень по некоторым учителям скучать. И по ребятам. По этому веселому времени, которое больше не повторится. Немножечко грустно, но с другой стороны осознаешь, что начинается новая ступень. И что впереди будет еще много всего интересного и классного. И это будет здорово. Я надеюсь, что все сдадут хорошо экзамены, всем удачи. И я надеюсь, что все будут с радостью вспоминать школьное время. Ощущение, что наконец отмучились. Потому что школьные годы были очень тяжелыми. И сейчас ощущение свободы, на самом деле. Мы все волнуемся, очень волнуемся. Ну, что поделаешь, жизнь идет вперед. Что-то кончается, а что-то еще начинается. Так что, я думаю, все будет хорошо. Мы так сплотились за эти 11 лет вместе. И очень не хочется отпускать. Но еще, конечно же, волнение перед экзаменом. Потому что это очень ответственное время. Буду скучать по своим учителям, по своим друзьям. Я очень надеюсь, что мы не потеряемся, будем видеться с ними. Ну и, конечно, наверное, будет немного грустно без таких уроков, как в школе. Торжественная обстановка и традиционные колокольчики, голуби и воздушные шары. Напутственные слова от взрослых и детей звучат в адрес выпускников. Прочувствовать момент хочется каждому. Ведь такое событие в жизни бывает лишь один раз. Однако трепет и волнение в этот день посещает не только школьников, но и теперь уже бывших классных руководителей. Чувствуется, конечно, но, наверное, только в сентябре, когда я не увижу этих детишек в своей школе, тогда только действительно почувствую. А сейчас, конечно, еще до конца не осознаю, что эти дети мои такие уже взрослые уходят. Уже в понедельник, 29 мая, выпускникам предстоит показать свои знания при сдаче единого государственного экзамена. Первыми предметами основного этапа станут география, информатика и ЕКТ. Закончатся экзамены 1 июля. Однако сегодня у выпускников есть уважительная причина не думать об этом и от души веселиться.